Раппорт этого узора 10 петель. Но это у меня 10 петель, на самом деле может быть абсолютно любой. Я ориентируюсь на платины, которые у меня отмечены серебряными. Серебряные платины. У вас это могут быть десятки, точки на игольнице, как угодно отмечено. 10 петель. И вторая десятка в шахматном порядке. То есть я отмечаю косметическим карандашом середину между десятками. Вот они, серединки, серединки. То есть вот 10 петель. Это один раппорт и 10 петель в шахматном порядке. Для начала провязываю два общих ряда основным цветом. Основной цвет темный. У меня это темно-синий. Раз, два. И теперь в шахматном порядке выставляю иглы в переднее положение. У меня были серебряные платины. Вот они, раз, два. И по краям. Теперь я ставлю отмеченные карандашом. Три иглы. Можно по одной игле. Но поскольку ориентируюсь на 10 петель, середины у десятки нет. Есть две петли средние. Я ставлю в переднее положение две иглы. У кого машинка имеет нитевод, пожалуйста, рычаги частичного вязания нужно включить, чтобы машинка не забирала иглы в работу. Два ряда. У нас образовались накиды, которые и выполняют вот эту вот перемычку. То есть перемычка не дает провяз, и получается вот такой интересный эффект. Два ряда на всех иголках. И теперь ставлю десятки и крайние петли. Еще раз. Количество петель может быть абсолютно любое. Можно менять плотность. Можно менять цвет дополнительного вязания. То есть у меня он чисто белый. Вы можете выполнять любым цветом. То есть один раз белый, другой желтый, синий и так далее. То есть выполнять вот эти вот вставочки другого цвета. Тоже будет очень интересный эффект. И так далее. Провязали два общих сглаживающих ряда. И в шахматном порядке выставляете отмеченные иглы в переднее положение. Конечно, вязать такие узоры гораздо удобнее машинкой с ручной прокладкой, потому что с нитеводом менять нить долго и много времени уходит. Поэтому можно, в принципе, даже брать и держать нитку рукой. То есть вместо нитевода держать нить в руку. Только вставляете нить в нитеводитель, рукой держите нитку сверху и провязываете. Тоже так можно для ускорения процесса. И чередуя в шахматном порядке выдвигания игл в переднее положение, провязываете и получаете вот такие вот цветные вставочки. Еще раз вставки могут быть разных цветов. То есть у вас здесь будут синие, желтые, фиолетовые, зеленые, какие угодно. Очень веселые и такой интересный узорчик. Если вам понравилось это видео, нажимайте нравится, поделитесь с друзьями. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Приходите на наши вязальные посиделки по вторникам и четвергам. И ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.